Про это дело говорим. Ну и давайте, что у нас тогда будет. Сила, какая действует, но частично. Сила у нас будет действовать. Электрическое поле. Плюс сила ловится. Сила ловится. Ну, сила ловится. Сила ловится, равняется Е, равняется F, и все, которые мы издеваем. Ну и ясно, опять-таки, ситуация простая. То у нас будет изменять, естественно, ситуация абсолютно точно такая, ребята, тут мы считали проводимость. То есть у нас функция распределили ее в квази равновесном приближении с плавивкой поправочкой. Поэтому любое, которое от времени не зависит, оно зависит от мотоцептических параметров, плюс депта L, которое зависит от времени и зависит от времени гармоническим образом, потому что мы будем рассматривать, мы будем рассматривать безусловно линейное приближение. Ну и все. Наша задача, собственно говоря, ДТФ найти. И за счет этого найти ток, ну, для этого давайте опять рассматриваем, рассматриваем уравнение в год. Так, вот давайте в линейном приближении искать. Ну, во-первых, прежде всего, у нас вообще нет никакой неоднородности в пространстве, да? Значит, функция распределения просто по определению не будет никак от пространства. От пространства в основе этого дела у нас просто нет. Вот. Ну, а теперь смотрим, подставляем в линейном приближении. Вот. Ясно, что если в чистом виде F нулевое, то тогда вот это вот все ноль, а вот это вот все ноль. Вот. Значит, только раз ДТФ все смотрим и стараемся ДТФ и все поля оставлять в линейном приближении. Ну, то есть члены линейные по полям и по ДТФ. Поэтому от первого слагаемого минус и омега ДТФ. Вот. Вот. Ну, и на эти планеты в конце мы будем вращать. Да? Плюс, вот у нас слагаемого нет, это слагаемый. А полную силу записывает. Да? От электричества бывает. Вот. Он ему Е не пишет, подразумевая ее. Вот. Производную берем. Вот. Причем вот эту производную надо брать уже не от декторов, потому что, вот видите, здесь поле возникло. В первой степени. Значит, вот здесь надо от первого уровня брать производную. ЛФ нулевой у нас зависит в чистом виде от Е от П. Значит, распределение фермина. Ну, если полупроводник такой пользуется, то распределение пользовано. Как это дальше выточним? Ну, без разницы. Поэтому мы должны взять производную АТФ нулевое по Е от П и производную АТФ по импульсу. А это скорость частицы. Ну, так, скорость, да, опять нулевое, штрих, горькое. Все, мы проводимся, это уже проделываем. И вот просто сейчас у нас еще сила уволится, появилась. Сила уволится. В, С, 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 В, В. Вот здесь он бывает пока. При этом обратите внимание. Вообще говоря, мы с вами заговорили, что магнитное поле мы будем считать маленькие. Маленький, значит, если бы производная, в смысле, если здесь Д, если бы здесь была Д, то Да, значит, плюс дэто, дэто, крёв, ну дэто На самом деле, с F нулевое, просто ноль, всё будет Вот, как мы говорили, вся часть выдвинула Нагнается, столкновение, вот, столкновение Ясно, что от F нулевое выйдет ноль, значит, это дэто Значит, давайте, прежде всего, с интеграммом столкновения разбираемся С интеграммом столкновения разбираемся Вот, сейчас мы с вами, наверное, убедимся, точно так же, как и в случае Позводимости мы с вами никогда рассматривали Если мы считаем, что у нас квази упругие столкновения В том плане, что мы рассматриваем только столкновение лёгких частиц на тяжёлых Ну, либо рассеяние частиц на примесях То может быть, опять-таки, точно такая ситуация Транспортная, минус транспортная частота рассеяния Так, всё, причём, ну, давайте покажем ещё раз это Здесь немножечко сложнее, потому что сила уводится И предполагается, что вот эта F равняется M на A Вот это мы разумно предположить Вот это вот совместно, вот это вот Вот это вы можете P пропорционально, вот это вы можете P пропорционально Да, вот. Вот, вообще вот таким. Ну, ничего не было. Ну, вот. У меня тоже, наверное, как здесь. Сейчас, давайте, значит, полночки берем. Именно вот так, да. Значит, по прочтению того, что мы не предполагаем малость, мы не предполагаем малость. Так, ну и давайте убедимся, что вот так получится, если мы предполагаем, а в конце мы, конечно, убедимся, что дельта-р действительно вот так будет выглядеть по установившему уравнению на а. Ну давайте вот это столкновение, это игра в столкновение от дельта-р, от дельта-р. В общем случае, при квазирупроких столкновениях, каждый раз мы с вами не знаем, в тубе вероятность рассеяния, то это штрих, напишу ли это а. Вообще говоря, F от P, штрих минус F от P. Когда все, всей отдачей для второй частицы можно пронепречь, это мы с вами писали. Вот, теперь если вы, ясно, что вот здесь F можно заменить на дельта-р, по причине той, что от F нулевое, это дело вывезло на ноль. Вот это галстукновение. Так, значит, ну и подставляем вот такую вот дверь. И пользуетесь тем, чтобы от этого дела прикладить к вывеске установлениях E от P-3 минус E от P. Значит, A от E от P можно просто вынести за интеграл. Ну и тогда мы его получаем. Обровняется A от E от P. Вот. А интеграл у вас будет. Замножить. Интеграл. Изнарки минус. Так, вот. Так, вот. Соединяем это F стрима, 2 пермес 2 пидера, 2 пары поездры, 2 пидера, 3 пары поездры, ander burgo группы положим. И это, например, 0-0 при сильном обожении. В смысле я поставил đây, так, вот. Итого, вот с учетом того, что вот это вот шуток, это у вас гамма-1, гамма-1, просто по нашему обозначению, транспортная чистота России, а то, что вот здесь получилось, это и есть дельта, ну, значит, мгновенно мы обращаем, что интеграл столкновения это и будет минус гамма-1 на дельта. Все. Итак, уравнение записано. Давайте вот это уже поставим. Теперь подставляем уравнение. Я смотрел, что у нас получится некоторое уравнение на определение А. Давайте по компонентам его запишем. По компонентам записываем. Уравнение. Уравнение возникнет следующее. Быстрее писать. Просто нанечать. С гамма-1 перенесем в правую, в левую часть. Плюс гамма-1. Закроем. Закроем. Это идет минус циклотронная частота. Так вот это бы дело возникнет у нас. Трансурмей, чирита. Дальше. На ай. Равняется. Равняется. В единственном слагаемом вообще нет А. поэтому мы обе внесем в правую часть. Минус E, F нулевой, F нулевой, F нулевой, F нулевой, F нулевой. Вот это уравнение на определение A и D. Компонент от вектора A, который мы с вами ввели. Зарешаем его следующим образом. Считаем, давайте введем, давайте введем V. Единичный вектор в направлении магнитного поля. И давайте разложим по следующим трем векторам, которые не параллельны друг другу. Значит, предполагаем, давайте предполагаем, что у нас V не параллельна напряженности электрического поля. Сейчас прям рассматривать какой случай не параллельна. Тогда у нас, в принципе, мы всегда A можем разложить по трем независимым направлениям, а именно вот по таким направлениям. Вот смотри, у нас есть вектор E напряженности электрического поля. Есть вектор, ну, параллельный B. Давайте вот там напишем B. Давайте для полного предприятия вот так. Возможно, на B, на E скаляруем. Это просто коэффициент считаем. Есть вектор перпендикулярный и B, и E. Вот эти три вектора образуют, если B не параллельна E, образуют троечку, по которым вы можете раскладывать любой вектор. Ну, а теперь смысл простой. И вы приберете и делаете целую проблему. А на A на A на A на A на 1, А на 1 век. А на 1, а на 1, дым, плюс А на 2, 2, на B на E, плюс а на 3 на 3. 13, плюс на 3, на 2. Подставляете, сделаем уравнение и ищите коэффициенты а1, а2, а3. Естественно, из вот этого уравнения. После этого подставляете а1 и находите дельта f. Пишу сразу ответ для дельта f, потому что сейчас увидите, будет ли несколько граммов. Но все-таки у меня специальная охота в полном виде ответ с описанием. Видели, что в принципе можно анализировать не только стандартную схему для эффекта пола, но и в том случае, когда магнитное поле не пропедикулярно электрическому. Е, то есть мы говорим, что их минус и тоника плюс гамма на минус, минус гамма на минус, и делить на полный. вот этот бургер будет достаточно много. Так. Минус минус гамма на минус, минус гамма на минус, вот квадрат, вот еще, Можно понимать круглый раскол, фигуру расколочкой. Вот дальше идёт самая реакция первого реактора. Плюс, определение А1, плюс циклотронная частота В вектор В вектора. Это, грубо говоря, от А3. Ну и наконец, последнее. В стандартной схеме для эффекта холла не используется. А вот в том случае, когда магнитное поле нетерпендикулярно электрическому, вполне фигурируется. В, В, В. Так, поделить на минус 1,2. Минус 1,2. Ну и такой у нас вывод стандартного отражения. Это, грубо говоря, от коэффициента А2. Безусловно, мы найдем на А вот сюда вот поставим. И демонстрельская А2. Так. Ну и давайте, что дальше мы делаем. Так, ДТФ нашли, теперь беспроблемный идти ток. И ток у нас будет, ток у нас будет Е, интеграл, скорость частички ДТФ, ДТФ. Ясно, что у нас, вот видите, ДТФ, пропорциональная напряженность электрического поля, но в линейном напряжении рабочем и, естественно, у нас в линейном преимуществе. Ну, грубо говоря, коэффициент связи, то есть терзор связи между компонентами, между компонентами тока и компонентами напряженности электрического поля, это как раз и есть проблем. Да? Подставляем вот это вот страшное выражение вот сюда, в принципе, ДТФ. Берем интегралы, они, все вообще, говорят, без проблем верны, потому что они, ну, все-таки, они, вот сюда вот входит производная АТФ нулевое. И мы с вами видели, для металлов это производная, есть просто ДТФ. Так, для металла, для металла давайте, для проводимого, мы уже это дело делали. Металла мы с вами получали, что у нас F нулевое штрих, нулевое штрих ДТФ просто проспорциональна. ДТФ функция, где такое, минус, химический потенциал, либо К, металл, металл, когда у нас химический потенциал отрицательный, меньше, кегаловый химический потенциал положительный, больше нуля, и химический потенциал намного больше температуры. То есть, на самом деле, это достаточно хорошие металлы, у них энергия фермы 10 в четвертый и 10 в пятый кегана, поэтому для металла, почти фитал, вот такое вот, такое наблюдается и при разумных температурах у вас, на самом деле, F нулевое. Штрих – это просто дентрофункция, поэтому интеграл вот этот просто легко снимается в плотность состояния, вводите, переходите от суммирования к импульсу, вот к интегрированному полуэнергии с плотностью состояния, и интеграл полуэнергии снимается вот этой вот процесса функции. В результате для металла ответ сразу вот запишу, для металла записываю ответ. Все еще продолжает оставаться достаточно громоздко. Итак, проводимость равняется 2, E в квадрате. Значит, смысл понятия, в что это делается? Вот эту вот здоровую формулу отставляем вот сюда вместо T, F, потом выделяем компоненты электрического поля, ну вот это вот разбиваете, это есть V, Итали уложить на E, Итали, да? Вот. Здесь выделяете компоненты йоты, как бы, тензор, седьмой йот – это связь между нами. Иты, йоты – компоненты напряженности электрического опора и магнитного. Интегрирование легко осуществляется, но переходом к интегрированному полуэнергии и снятием интегрированного дельтофункции. Так, поэтому, в принципе, понятно, что делается. Ясно, что на доске этот порядок его проделаешь. Вот, итак, получаем плотность состояния на уровне ферма. Понятно, что он стоит подинтегрировал. Вот плотность состояния возникает. Плотность состояния на химпотенциале – ну, это просто плотность состояния на уровне ферма. Хорошо? F я ее обозначаю. Так. Энергия ферма либо химический потенциал на ваше усмотрение. Вот буду писать Минус и Омега плюс гамма один. Посмотрите. Так. Знаменательные. Три раза. Вот. Омега ц в квадрате плюс гамма один в квадрате. Минус Омега в квадрате. Минус Омега плюс гамма один. Минус Омега. Минус Омега плюс гамма один. Минус Омега плюс гамма один. Минус Омега плюс на углу. Минус Омега плюс гамма один. Сейчас это тюма патрате. Да Минус Омега плюс гамма один. Вот теперь давайте анализировать страшное выражение, естественно, анализирование, будем получили общее выражение, вообще говоря, в том числе и в случае не очень слабых магнитных полей, а вот теперь будем анализировать, что мы получили для более привычных случаев. Так, давайте сначала посмотрим, что будет происходить с такой, с продольной проводимостью σxx. Значит, ясно, что вот давайте вот такую вот ситуацию все-таки рассмотрим. Сейчас давайте стандартную схему рассмотрения эффекта. Оба рассмотрим. Хотя я еще раз говорю, формула позволяет и не только такую схему рассмотрим. Так, проводник. Давайте так. Ось x, ось y и ось z. Магнитное поле, давайте так, по оси z, тут обычно нас направлено, магнитное поле. Электрическое поле, естественно, направлено по оси x, по оси x у нас напряженность электрического поля. Так, да, так, да, ну и вообще говоря по оси y, по оси y, посмотрите, вот я нарисовал. Чтобы снимать холоское напряжение, это соответственно холоская напряженность, ну и холоский ток. Вот, если бы на что-то затронули соответствующая оплата. Так, значит давайте смотреть вот в такой вот схеме, какое смотряемое за что отвечает. Давайте в такой схеме, если смотреть и вспоминать, что вот это вот у нас sigma и y, это дензор, грубо говоря, связывающий компоненты напряженности электрического поля с компонентами тока. Значит, смотрите, первое, первое слагаемое, значит, если мы интересуемся sigma и x, ясно, что у нас, ну, во-первых, у нас по определению, по определению и сейчас, вот здесь, вот в такой вот схеме, и у нас это просто 1, 0, 0, да, по оси, напряженность электрического поля по оси x направлена, правильно? И это не есть ось x, не i для меня, тьфу, теперь говорю, y ось x. Сигма и y, так, ток, это и и d компоненты, напряженность электрического поля, y это компоненты. Так, давайте смотреть тогда, что здесь. Вот здесь вот, вот это вот слагаемое, так, y это x, значит, и здесь может быть только x. Значит, первое слагаемое отвечает sigma и x, да. Второе слагаемое, давайте смотреть, y это x, значит, и точным x быть не может, потому что это полностью антисиметричный тензор. Значит, либо y, либо z, да, i. Давайте смотреть сюда, b здесь есть, направленное вдоль оси z. Итак, как бы, еще в такой, как бы говоря, форме у нас l строго направленного вдоль оси z. Совершенно очевидно. Вдоль оси z. Итак, b вдоль оси z, n вдоль оси z направленного. Значит, здесь у нас есть x, z, значит, вот это вот по определению только y отлично основное. Итак, это слагаемое соответствует sigma, y, z, никаких других вариантов нет. Это вот слагаемое, давайте смотреть, чему соответствует y. Итак, y, это у нас ось x, вдоль оси x направленная. С другой стороны магнитное поле у нас направлено вдоль оси z. Значит, это слагаемое в такой, в такой форме, как бы, рассмотрение эффекта пола просто обновляется. Но оно не всегда обновляется, еще раз говорю. Если вы рассматриваете магнитное поле не перпендикулярно электрическое, то вот это слагаемое вполне будет работать, его надо учить. Так, все, ну а теперь без проблем можем рассмотреть, ну, допустим, давайте смотреть, что будет с продольной проводимостью sigma xx на омике при х. Ну, давайте примем на нулевой частоте. Тут не писать такие вот здоровые формулы. И так, sigma xx на нулевой частоте. И так, чтобы просто пусить нам назначать. Вот, давайте смотреть, чему она равна. Так, и еще раз вам уже напомню, что мы еще можем рассмотреть. Вот я привел случай, когда мы рассматриваем металл. Еще начнем с общей формулой немножечко отступления. Так, и металл. Если у нас не металл, а полупроводник. Полупроводник. Донторный либо центрный. Оно такое, что у вас работает боль с ломовским пределом. Боль с ломовским пределом, например, 3. Мю у вас отрицательного, меньше 0. И мю будет снова намного больше температуры. Боль с ломовским пределом, когда вы можете к вам поправкам пренебречь концентрация, так сказать, носителей, мала. И в боль с ломовском пределе вы можете не распределение фермы использовать, а уже использовать распределение боль с ломовским. Значит, на самом деле, в этом случае, вот, прежде чем такую формулу получать, надо брать честному интеграмму импульсу. На самом деле, интеграмму импульсу, он довольно просто берется, если вы предполагаете, что гамма-1 у вас от импульса не зависит. Ну, правда, вот, когда проводимость рассматривали, убеждались, что это не очень разумный случай, но все-таки. Так вот, в этом случае, на самом деле, формула будет точно такая же. Если гамма-1 от импульса не зависит, и получить точно такой же результат импульс, по-моему, с ломовским пределе, просто тогда вам надо вот это вот делать, для проводимости мы с вами это рассматриваем, вместо всего вот этого делать, у вас возникнет просто концентрация, концентрация относительно. Это вот для полупроводников, да? Да, для полупроводников. Только аккуратно, для полупроводников донорных и акцентрованных. Так, донорных и акцентрованных. В том плане, когда у вас видны донорные либо акцентрованные примеси, когда у вас концентрация носителей, хорошо определенное число, потому что если у вас просто полупроводник, ну, который реально, диэлектрик, на самом деле, со щелью, то тогда у вас концентрация сама по себе очень сильно от температуры зависит, ее надо отдельно считать из, грубо говоря, из распределения гипса, от хронического распределения гипса концентрацию считать, и она у вас будет очень сильно зависеть от температуры, экспоненциальному образом она будет от температуры, зависит от е минус щель поделить на температуру. А мы рассматриваем все очень, да? Концентрация носителей, хорошо определенная, хорошо определенная вещь, а температура практически независимая и определяющаяся. Ну, сколько вы туда дверей примеси, сколько вы, ну, какую вы дополнительную зону в окрестностях уровня эфирмы раскрыли и, значит, сколько туда налили, соответственно, наносителей за счет примеси. Вот, поэтому я сейчас вот вместо 2, да, плотное состояние нового вверху, можно аналогию эфирм-патереки-патереки-патереки, буду прям везде писать. Ну, все, может быть, у меня длинная эта форма, вот, давайте смотреть. В этом случае мы ломики везде убираем, вот, да. Так, естественно, только первая снега ему учитывая ответ будет. Е, квадратный, концентрация носителей. Ну, для металла вы можете через плотное состояние нового эфирма, для энергии эфирма переписать, поделить на массу. А здесь можно будет что-то делать делать. Так, вот, значит, прежде всего, что мы видим? Прежде всего, мы видим, что у нас проводимость будет уменьшаться с увеличением магнитного поля, ну, или сопротивление растит с увеличением магнитного поля. Это то, что называется магнитно-сопротивление, вот. Оно положительное магнитно-сопротивление. То есть сопротивление у вас растет с увеличением магнитного поля. Проводимость, естественно, падает. Вот, закон, как, значит, падает, мы с вами получили. На самом деле почти для всех металлов и полупроводников именно так. Сопротивление растет с увеличением магнитного поля, это называется положительным магнитосопротивлением. Отрицательное магнитосопротивление тоже бывает, когда у вас вещество с очень большим количеством примесей, тогда там наблюдается так называемые локализационные поправки, поправки Андерсоновской локализации. Если вы находитесь уже недалеко от перехода металл и электрик за счет Андерсоновской локализации, то поправки от Андерсоновской локализации могут привести к тому, что магнитосопротивление станет отрицательным. Ну, это, так сказать, экзотические случаи, а в основном вот так. Ну, естественно, в пределе, когда магнитосопротивление стремится к лулю, мы с вами получим стандартную форму. Дмитрий М, Р, 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 К, М, Д, Д, Г, М, и Г. Массу, и вот так, рентину, кистриту расстояния. Вот, естественно, вот, здесь Г, у нас с высокого количества, с высокого количества, огромного количества Г2, Р. Так, насчет продолжительности, вроде как все. Теперь насчет, собственно говоря, самого эффекта холла. Вот. Насчет самого эффекта холла и приближения, когда у нас вот гамма-1, гамма-1 мы считали независимой, то есть тогда вот это вот можно заменить на концентрацию, на концентрацию массива. Хотя не очень интересный случай, но все. Давайте смотреть, что будет для холлуса проводимости. Опять-таки, сейчас будем... И сейчас будем смотреть, естественно, опять-таки, в случае холла. Ну, это вам наверняка на общей физике многократно рассматривать. Опять-таки, давайте смотреть, что у нас будет. Вот, смотрите, вот это сигма х х х, да? Это сигма х х х. Мы видим, что между ними прямое градоарное минимумы фактически абсолютно одинаково, и ослабляемые будут. Есть коэффициент, как и цифровая частота, поделит на миллион больше, чем в тюрьме. Вот сейчас давайте этим делом воспользуемся. Это просто означает, что у нас ток, который бы не был приложен в напряжение, да? Какая бы напряженность была приложена, у нас ток холостый. Вот этот ток. Он, у нас воника С поделить на грамму один раз, отличается от тока протоника. Вот, видно отсюда, да? Значит, воника С поделить на грамму один, ток протоника. Понятно, откуда возник? С другой стороны, вот. С другой стороны, откуда у нас возник холостый ток? Он у нас возник из-за того, что возникла холостая напряженность электрического поля, да? Вот. В целом, у нас проводимость, как бы проводимость продольную, мы уже с вами знаем. Вот сигму, мы ее обозначили. Значит, поэтому этот же холостый ток, это сигма продольная умножить на напряженность холостого. Тоже понятно, что записано. Ну, а теперь сюда две вещи подставляем в зону большого отношения. Ну, во-первых, давайте поставим квадронную чистоту, которую я делаю. Во-вторых, давайте подставим сигму. Сигму. Безусловно, ее подставляем. Ну, вот она у нас есть. Так вот, вот писали. Она у меня уже записана. Вот она, сигма. Если магнитное поле не очень сильно. Подставляя просто формулу груда. Наверное, мы получаем для напряженности. Для напряженности... Для холостой напряженности. сингма. В В Грань. Д В Т Т Т В В Д поделить Сигму подставляет груз, подставляет Сигму. Мы с вами получаем некая константа Р, дальше ток, такой протонный ток, напряженность магнитного поля. Где константа Р, все мы на нее собрали, она могла зависеть только от свойств среды. Концентрация носителей, заряд электронный, ну и вообще V, и вообще V, и вариация скорости свет. Вот, вот это вот есть константа Хоула, и константа Хоула у нас пока получилась универсальной. В общем, на самом деле константа Хоула, то есть меряйте Хоуловское напряжение, меряйте ток продольный. Значит, если вам магнитное поле известно, то вы определяете Хоуловскую константу, отсюда определяете концентрацию носителя. То есть это один из основных способов для определения концентрации носителя. С другой стороны, к этому, особенно во всяких полупроводниках, надо относиться осторожно. Вот, несмотря на то, что вот для металлов и для полупроводников сейчас мы с вами получили, что он была универсальная вещь. Я сейчас продемонстрирую, что не совсем так, допустим, в случае полупроводников, и в случае, когда вот эта вот форма для полупроводников, она именно такая будет, с заменой вот этого дела на концентрацию примеси, если мы считаем, что у нас гамма-1 есть константа, не зависящая от импульса. Если она зависит от импульса, не зависит от импульса следующим образом. Ну, вот, сейчас, я сделал мой гамма-1, F, сделал себя как P, если это не ляп. То тогда, на самом деле, можно легко показать, что и Хоуловская константа у нас будет зависеть вообще говоря, ну, вот, от ляп. То есть она у нас некоторым образом будет зависеть от вида процесса рассеяния. И, соответственно, это может приводить к тому, что у вас не совсем такие правильные результаты будут получаться для концентрации рассеяния. Ну, давайте, значит, как бы формулу скорее справочную приведу. В общем случае, если, знаете, рассматриваю сразу предел. Ну, во-первых, по минералу луны, особенно улучшится. Во-вторых, сразу уже случай достаточно слабого магнитного поля. Существует, когда у нас, ну, может, вообще говоря, вот это выражение, этот, как мы их подставляем, беря соответствующий предел. И предполагает, что гамма-1 у нас зависит от права следующей новости. Давайте это я запишем для холостого тока. То есть, то, что у нас от второго ослабляемого эффектива в такой форме эксперимента. Е, Кубер, В, Е, Д, Е, В, С, 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 С. Нам интеграл по импульсу сейчас надо по-честному вправить по ориеннению. Значит, мы его будем следующим образом брать. Вот у нас в ΔФ возникала производная функция распределения. Мы рассматриваем полупроводники. Причем полупроводник будет такой пользователь, а функция распределения — это просто экспонент. Вот, пользовательская экспонент. Производная от нее — это та же самая экспонентка. То есть, производная от нее — это снова ГФ-новый воин, но там с некоторыми моментами. И смысл простой, но обычно производная перебрасывается ГФ-новый воин на все, что перед производной стоит. Вот такая эта будет выглядеть вот так. Ты берал. Так. А, Д. 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 Смотрите, здесь же знаменательность гамма 1 в квадрате. Это вот еще достаточно часто вот так вот посмотрят. Е в купе, В – подвиженность электрического поля, концентрация вносителей в квадрате С, в первую очередь. Гамма 1 в квадрате. Усредненная. Давайте смотреть ток. Ток такой продольный, возникающий от первого слагаемого. Ток продольный. У нас будет почти такой же вид. У нас не в квадрате, но эти коэффициенты будут другие, например, m, а не грамм, m, а не грамм, а не грамм, а не грамм, а не грамм. Вп – подвижена в квадрате. Вп – подвиженная в квадрате на квадрате. Это видно, в факту, не броняется. Ну и давайте смотреть, что у нас тут получится с Холмусской константой. С Холмусской константой получится следующая версия. По определению Холмусской константы мы вводим Холмусскую константу в отношении напряженности Холмусской к продольному току и напряженности магнитного пояса. Вот просто определение, что такое Холмусская констанция. Для металлов и полупроводников, если бы Гамма-1 от П не зависела, эта вещь не просто ни от чего не зависела, она зависела просто от концентрации перемесей и физических констант. Сейчас мы увидим, что вообще от поведения Гамма-1 зависит. Давайте немножечко поработаем. напряженность Холмусской. Совершенно очевидно, что здесь Холмусский точек поделить на проводимость. С другой стороны проводимость, с другой стороны проводимость. Совершенно очевидно, что здесь ток парадольный, поделить на напряженность приложенного электрического упоя. Значит, у нас ЕВ, ЕВ, это есть просто ток Холмусский. На водопряженность и на ток. Понимаете? Подставляем вот сюда. Тогда мы с Вами получим, что это дело в своей руке в плитке. Холмусский ток. Так, санкрома подняться. Холмусский ток, я имею в виду, с электрического упоя. Правильно. Значит, только вот это вот делать, подставить. Правильно. Вот это, наверное, мы с Вами кончаем. Подставляем, что это. Вами, на В, и напряженность электрического упоя, делим. Вот так, как здесь, и напряженность электрического упоя, делим. УС, единица, Л, Е, скорость света. А дальше идут вот отношения вот этих вот средних. Гамма 1, минус 2, минус 1, значит, опять-таки, интегралы считать не буду, а запишу отверт, который получится, если мы теперь полагаем, что диамма 1, это профит, лято. И диамма я там привозил, она там, троечка, по-моему, для заряженных примесей, не воспроизвести для интегралов примесей. Будет пропорционально плотность и состояние на уровне плотности состояния, значит, по-моему, это значит, П, то есть первая степень. Значит, от ответа прямо будет зависеть. Естественно, размер другой такой вот. Псинеграл, в принципе, считающийся, в молевой частоте, считающийся. Гамма, Xaq eventually 5 гамма выделите на 4 на квадрат 5 . Вол من Вот вы видите, существенно зависит от вида процессов рассеянья. Поэтому экспериментом вот так, без оценки того, что у вас на что, рассеивается к оценке концентрации носителей, полученные из эффекта холла, надо относиться осторожно, надо тщательно смотреть, как люди проводят эксперимент и насколько они адекватно это дело оценивают. То есть далеко не всегда из эффекта холла можно в точном виде вытащить концентрацию носителя. Сейчас по нему перевернем. Следующий будет. Давай. Пожараешь, выйтишь? Пожарайся. А ты не будешь подпасывать. Дальше будем рассматривать. Давайте рассмотрим процесс диффузии. Диффузия. Процесс диффузии – это возникновение потока частиц, вызываемого неоднородностью их концентрации. Отклик номер на область концентрации. Ну да. Черт. Всем привет. Первым проверенем. Дальше будем. Ну, естественно, опять-таки, пишем, ну, во-первых, прежде всего, давайте упростим ситуацию, с вами будем считать, что у нас в силе нижних внешних полей нет, а есть просто вот вывели концентрацию, неоднородно будет пересмотрен, как рассасывается неоднородно, так и никаких внешних полей нет, внешняя сила, действующая на частичку, выражается в углу, вот. Тогда у нас уравнение почвы на мост время до 50 секунд, и мы, 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 мы Семенов. Вообще говоря, с учетом того, что концентрация неоднородная, химический потенциал начинает зависеть от координат, вообще говоря, зависит от V. Вот такая вот вещь. Все. Естественно, маленькими поправочками мы будем ограничивать. Давайте прежде всего, так как нас будет интересовать концентрация примесей, то минимум надо, чтобы у нас законы сохранения выполнялись, числа, частиц. Значит, минимум, чтобы у нас уравнения не прерывались. Поэтому прежде всего, что делаем, значит, уравнение, закон сохранения у нас точно выполнялся, минимум проинтегрируем. Так, иначе получится просто распределение в бою снова. Значит, интегрируем правую и левую сторону, мгновенно получаем волнение непрерывное. Возьмите, например, врус, революция тока. 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 Мы, как раз, и итог. Просто по определению минут на 10 град, скорость частицы. Возьмите, например, врус, революция тока. Как у нас концентрация носителя будет по времени изменяться? Нам сейчас надо как-то сосчитать, выразить ток через концентрацию носителя. Замкнутое уравнение на концентрацию носителя, короче. Так, вот давайте током сейчас и займёмся. Вот. В прошлый раз вам показывали, что если вот здесь будет F на руку, которая зависит только от E от P, то завсегда вот этот интеграл будет в чистом виде равенную валюту. Значит, по сути дела, ток у нас будет всегда от поправки функции распределения в чистом виде зависит, иначе в чистом виде равенную. Вот, поэтому наша задача сейчас поправки функции распределения найти снова-таки из уравнения Польцмана, и снова в линейном приближении. В каком смысле в линейном приближении? Вот смотрите, левую часть сейчас на уравнении Польцмана будем описать, в ней будет фигурировать только F0. Вот это значит что-то. Вот. Но! Обратите внимание, она у вас будет зависеть, будет иметь химический потенциал, зависящий от координат, ну и вообще говоря от времени. Понятно? Очень. Но главное, что химический потенциал у вас сейчас не константный. В общем, в самом деле от координат зависит. Вот. Но функцию распределения в правую, в левую часть уравнения Польцмана будем подставлять вот такую вот, локальное равновесное. Имею в виду, что маленькая поправка у нас в том смысле, что химический потенциал стал неоднородным. Но в правой части у нас будет, естественно, интеграл столкновения от F0. Значит, смысл простой. Давайте смотреть. Имею в виду. Производная по явной зависимости от времени. Если от F0 в любое править, то F0 в любое явным образом от времени вообще не зависит. Значит, соответственно, первое производное по вреданию в левой части выдаст В. 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 В случае эффекта холма, вы просто предполагаете, что рассеяние у вас квази упругое, то есть рассеяние либо легких частиц тяжелых, либо рассеяние в примесях. Ну и тогда вы, наверное, получите вот это. Уже многокарно трудилось, но проделывать еще раз не буду. Итак, на самом деле, дельта L получает минус L на троисмоглый план граньер, может сказать, где-то L, делить на данный момент. Теперь наша задача была с производным ДФ на другой, по ДФ процентрации, с граниентом равновесных функций распределений. Ясно, что этот граниент будет связан с граниентом физического потенциала, а он в свою очередь как-то связан с граниентом концентрации. Вот, давайте сделаем ДНСССР. Итак, ДНССР. ДНССР. А ТНССР на другой только химический потенциал, поэтому равняется. ДНССР на другой, ДНССР. Он проявляет на ДНССР. ДНССР. Правильно, так и все делаем. Завняется. ДНССР. 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 Разберет. Но пока ясно, что у вас как-то градиент психического потенциала какой-то образ будет связан с градиентом концентрации. Правильно? Да. Вот давайте с вами градиент концентрации какого-то обладать. Пока алфаволы не закончили, не закончили, сейчас мы её... ДНПДР. Ранялись. Вот, смотрите, Н вот у нас. Берём производный дух. Причём, вообще говоря, здесь мы можем в первом приближении просто это выводить. Ясно? Поправка маленькая будет. Основной такой езды будет. Значит, будет. Понимаете? Интеград. Де. Двое. По-двое. Двое. 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 О. Он выводуется производным правилом. Раз seamlessly. Дэ. Дэ. Ну прекратим. Дэ. малегули. Дур ED. ДР. 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 Двое. Сказать. Умной 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 Давайте Давайте Весь интеграл Умной Буклы Z Позначим Умной А здесь я букву Z Замечаю Здесь Минус Умной Умной Ну а на самом деле мы теперь через губочку Z выразили градиент от химпотенциала через градиент от концентрации численности. Это равняется минус E, минус F в любое 4, поделить на Z. Ну и для окончательного, давайте окончательного, что у нас получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-что? Гамма-1, да. Где комплекс? Так... Гамма-1, да, конечно. Гамма-1, да. В знаменателе, знаменателе граммане. Замаменателе граммане. Замаменателе граммане. Ну все. Выписал. Ну вот, да, собственно говоря, все, вам теперь полностью всего-то осталось. Продолжение следует. В результате мы, вместо вот этого уравнения, получаем следующее уравнение, получаем следующее уравнение. Продолжение следует. 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 Итак, это есть уравнение диффузии в общем виде, это есть феноменологическое определение коэффициента диффузии, но это тот результат, который мы в нашем конкурсии взяли со счетами. То есть посмотрим, выливать нам на результат. Вот если вернуться, у кого есть ответ для проводимости в таком же приближении, получим, а он есть только у одного человека, то легко убедиться, что вот если здесь поставить, если бы здесь стояла, минус и омена, то это был бы ответ для проводимости в точно таком же приближении. Здесь с точностью до коэффициента е в квадрате и там еще единицы назад не было. Итак, смысл простой. Сравнивайте с соответствующим ответом для проводимости в таком же приближении и вы получаете вот такое соотношение. между коэффициентом диффузии и, считаю, это проводимость. Так. Сигма и е. Он справляется. Проводимости дополнительно е в квадрате стояло. Проводимость не было z, поэтому было z до уважаемых. Ну и коэффициентом диффузии. Вот это вот соотношение вызывает соотношение Эйнштейн. На самом деле можно в общем виде показать, что обязательно будет соотношение, связывающее проводимость с коэффициентом диффузии. Хотя бы просто потому, что у вас должно в равновесном состоянии обязательно ток должен уравняться в нулю. То есть, допустим, у вас ситуация такая, что вы не поддерживаете батареи, так сказать, непрерывное изменение концентрации, либо не поддерживаете руками батареи, чтобы у вас напряженность электрического поля была определенной в пространстве. Тогда у вас ситуация будет простая. Ну, допустим, у вас потенциал какой-то просто введен в систему, да, и все, и вы его больше не поддержите. Естественно, у вас через некоторое время электрончики перестроятся таким образом, что изменением концентрации электрончиков просто заэкранируют соответствующий потенциал. И смысл простой. В равновесном состоянии, естественно, у вас ток будет равняться в нулю. Несмотря на то, что у вас будет, как бы, будет напряженность электрического поля в системе, ну, допустим, заряд какой-то такой, да, дополнительный. Руками его прибили в некотором месте веществе. Ну, с другой стороны, у вас будет и неоднородность концентрации. Так вот, соотношение, оно сводится, оно такое, потому что должна проводимость, возникающая от напряженности электрического поля, возникшей, допустим, вот от данной примеси, полностью компенсироваться потоком, полностью компенсироваться, грубо говоря, тем же потоком частиц от возникшей неоднородности концентрации. Понятно? На самом деле, это, это просто формула можно показать, неохота это показывать, без проблем это сделано. То есть, записывайте феномологическое соотношение, вот такое, связанное с щитом, с неоднородностью концентрации, записывайте феномологическое соотношение проводимости. Что такое проводимость? Проводимость, ну, такой же тензор, связанный с щитом, с напряженностью поля, вот. И смотрите в равновесном случае, у вас один ток полностью компенсирует другой ток. Именно если выполняется соотношение Эйнштейна. Так, соотношение Эйнштейна, оно просто обеспечивает то, что у вас ток в равновесном состоянии будет строго равен нулю. Всё. Ну, а теперь давайте, вот и общее соотношение Эйнштейна получили. Теперь давайте точно так же, как мы для всего делали, давайте рассмотрим случай металла и случай полупроводника. Давайте теперь, наоборот, займёмся сначала случаем полупроводника. Итак, полупроводник с, как бы, соответствующим добрым, у меня акцент тормоника. Принесимый, в большинство предел. Вот в таком химический потенциал отрицательный, большой по абсолютной величине. В этом случае f нулевое, в этом случае f нулевое, это у вас просто, значит, f нулевое стабилизимой температуре. Правильно? Правильно. Ну а значит, вот смотрите, вот эта вот губочка Z у нас там, да? Чем на 20-го зла. Эта губочка Z есть не что иное, как гешное другое поделив эту температуру и проэнтермируем эту люкс. Это есть не что иное, как концентрация пленочных, нормальная температура. Так. Средний коммунистер есть не что иное, концентрация пленочных и делительных ингредиентов. Вот. Вот. Ну а тогда, когда иного, он получает следующее соотношение Штейна. Соотношение Штейна, Сидим и Е, верняется Е в возврате, Т на Т. Ну и. Так я просто уважаю от нас соотношением Штейна. Давайте для металла еще соотношение Штейна получим. Для металла, опять-таки, вот там предельные случаи выписаны. Значит, первую штрих – это дельта функция. Штейна более-менее подставляет в качестве З. Вот. Тогда З есть не что иное. З есть не что иное. Как плотность состояния на уровне эфира. Как бы перейдете к интегрированным по энергиям с плотностью состояния. Дельта функция, возникшая с ним от интеграла, у вас возникнет плотность состояния на гипотенциале, то есть на уровне эфира. Тогда, естественно, мы получаем следующее соотношение Штейна. Штейна сравняется не от плотность состояния на уровне эфира. Гренталов очень часто пользуются следующее соотношение между коэффициентом диффузии и проводимостью. Давайте с диффузией, в принципе. Вроде бы я все закончил. Давайте последнее, что еще рассмотрим. А рассмотрим на электронную теплопроводность. На электронную теплопроводность. ... По-моему, он не успел осмотреть, да? Он очень важно. В той простой причине, что теоретику надо выполнить, если проводимость, ну там, как функцию откликает, еще будет только смысл считать, потому что хоть и сложно, но хоть на диаграммном языке это все связано с двухчастичными, но все-таки сосчитать много, иногда похоже на то, что наблюдается в веществе получается, то теплопроводность, по большей части, считать бесполезной, потому что максимум, что вы можете достичь, ну нет, случайное совпадение может наблюдаться, но вообще говоря, максимум, что вы можете достичь, отличие от эксперимента в два, в три раза, никаких процентов вы не получите. Поэтому к расчетам теплопроводности всегда надо функция, как говорится, сектор нюансов, по всей стране. Ну давайте все-таки наметим путь, и там даже местами будет ясно, почему, чем отличается от проводимости. И почему результат не заведомо у кого-то выше, чем до проводимости, хотя он был такой же генетический коэффициент. Ну давайте, ну давайте собрязывающие характеристики все считаем. Ясно, что теплопроводность, ну это не перенос тепла, поэтому давайте все, что связано с тепловой энергией, попробуем оценить. Вот, потом аналог теплоуравнения непрерывности записать. Ну давайте сначала оценив плотность тепловой энергии. Так, плотность тепловой энергии, ну, во-первых, определение, что такое теплопроводность. Теплопроводность, это есть отклик в виде потока тепла на приложенный градиент температуры. Ну вот, давайте сосчитаем, во-первых, плотность тепловой энергии. Ну, это средняя энергия, рассчитанная от химического потенциала. Соответственно, она, здесь, влазные частицы, рассчитана от химического потенциала. Поэтому, влазные частицы, рассчитанная от химического потенциала, умножаем на функцию распределения, мы делим фазовое пространство, там есть фазовое пространство, там есть фазовое пространство, там есть фазовое пространство, там ничего у нас дальше не будет зависеть. Вот. Теперь давайте сосчитаем плотность потока тепла. На самом деле, мы уже, наверное, так написали. Ну, давайте опять таки. Всё от уровня фермы отсчитываем, поэтому интеграмма, скорость частиц так, два, два, один, через десять. Ну, вот. Вот так вот. На фальшивую примерку, заправим на фальшивую двойную 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 двойную. Пишем равнение вольт с папой. Вот так. И вот так. Финологические величины, которые нам будут интересны. Эти шум равнение вольт с папой. Вот так. Вот так. Вот так. Нас сейчас не интересуют никакие внешние поля, поэтому сила от внешних поля равна нулю. Так. Дешевую. Вот так. Равняется семнадцатого уровня многократного пиши. Теперь делаем следующее. Надо что-то типа уравнения витраженности получить, но уравнение связанное с законом сохранения энергии. Вот. Если уравнение непрерывности отвечает за законом сохранения просто частиц, то теперь нам надо написать некоторые уравнения типа уравнения непрерывности связанные с законом сохранения энергии. Без проблем мы продолжаем. правую левую сторону. Причем, естественно, интеграл интеграл столкновения вот с этим делом будет 0. потому что это единственный уравнение 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 мы получаем следующий результат вверх и вверх с точечем плюс мереопиация в пункт в пункт в пункт в пункт в пункт в пункт не очень хорошо, что в этом уравнении у нас фигурирует энергия, производная по времену от энергии. Нам бы желательно перебраться к всевозможным производным от температуры. Вот давайте пересчитаем производную от энергии по времени через производную от температуры по времени. Нам бы желательно написать на температуру. Правда? Какая у нас температура зависит от температуры и времени. Без проблем переписать. Давайте так производную по времени заниматься. Огоняем. Огоняем. Вот у нас вверх. Что у нас здесь вообще говоря от времени зависит. если F у нас более-менее опять так F нулевое распределение всего либо B либо поискового зависимости. то равновесное распределение вообще говорят температуру зависит от координаты времени нулевое нулевое молодец DTF где DTF ну конечно она зависит от времени но она у нас мала и вообще говоря сейчас мы будем основное движение пользоваться то считать что более-менее вся зависимость от времени у нас входит через зависимость от времени контакту значит свойство получился просто значит основное на T на времени от температуры здесь буквы динамичка Y 1 T от 0 , минус и н 2 2 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 Вы считаете, что это новый бой, вообще не война у вас в полустынке, вы берете производную по температуре, естественно, не верно, потому что это то, что у вас здесь запустили. Значит, с производной по времени мы более-менее разбирались. Вы берете производную по температуре по времени. Теперь нам надо поток тепла найти. Поток тепла надо найти сюда входящий. Ясно, что поток тепла, который у нас в такой вещи определялся за счет того, что вот здесь в S, если, опять-таки, M будет просто F0, то номер вы получите совершенно очередной. F0 объявляет функцию, тогда вы получите вот здесь, в чистом виде объявляет функцию. Вот тут маленький поправка функции распределения неравновесной, которая не требует образом от импульса зависит. Вот давайте соответствующую поправку считаем. Абсолютно точно так же, как мы делали эти функции. Смотрим. В левой части у нас будет функция распределения равновесной, но зато в ней неравновесность будет содержаться в том, что температура будет зависеть от координат. А в правой части у нас отличие от 0 может возникнуть только вот за счет непосредственно самой поправки функции распределения. Значит, в результате мы имеем. Происходное оттяжно-голевое по времени. Явные зависимости в общении, значит, 0. Вот это вот неравновесная отличность. Значит, у нас остается только модернность. Неравновесная часть. Давайте мы пишем. Неравновесная часть. Р, Р, Р равняется, опять-таки, то, что мы делаем столкновение, там, декабрь, Р. Опять-таки, если мы предполагаем на возиве трубки столкновения, то тогда и природ столкновений по той же самой причине есть, минус время релаксации транспортной частоты рассеянной, на декабрь. Ну и отсюда декабрь у нас получается. Отсюда декабрь мы имеем, соответственно, примерно точно так. У нас получилось В, сейчас Д. Д, Д. 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 И антибиотик, Д, д. Д. Добавляем гамма-мега, так и сознательно, сознательно. Последнее, что нам осталось сделать, вот эту производность. Считать точно так же, как мы делаем диагностики, потому что теперь у нас не концентрация по координатам зависит, а температура координатам зависит. По координатам зависит от координат, а по координатам равняется. Смотрим, где у нас любое, от чего зависит t, у нас зависит здесь от каждого. Итак, минус e от t минус химической потенциации, по координатам зависит от координатам. И у нас любое, штрих, вверх, а. Ну и на гарниенте, гарнотам, на гарниенте, гарнотам. Это так. Это так. Значит, окончательно мы просто получаем следующее, следующее. Чего уже более-менее рассталось. Мы с вами получаем, и здесь есть дефицит, и мы перейдем на звание единицы, вот так, загадим, которые вам надеются. анастасия и мы и 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 Ну а теперь понятное дело, теперь наша задача вот это вот делать, вот ставить вот сюда. Потому что здесь естественно будет определяться просто чисто в деталях. Ну и теперь коэффициент между потоком тепла и градиентом температур это весь не стоило как коэффициент теплопроводства. Так вот, значит на самом деле у нас стоит помощь. У и то у меня минус, каппа и градиент. Это коэффициент от этого водности. Вот температура. Значит, после того, как вы подставили вот это на него сюда, вы, говоря, сможете, как лицо-то, буквальности это произвести. Коффициент неправильности, что просто хронологическое определение. На самом деле, мы именно так получили, коффициент неправильности у нас получился как-то его равняется, минус, в немецком отряд. Вн. Питер В и октябрь. Вн. Питер В и октябрь В ве. Тут было где-то, потому что там было где-то, а где те же, то есть здесь. Достаточно общее выражение на стороне получения. Ну и наконец последнее. Таким образом, мы можем подставить уравнение непрерывности. И вот это вот дело подставим, уравнение непрерывности. То есть уравнение сохранения реалии, записанное в виде уравнения непрерывности. Уравнение тренадцати пла. Вот туда мы получаем уравнение типа типа уравнения, типа промоутности. Давайте его вывышим. Раз, два, 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 два. На мою помощь. Треть, стереть, подняется. На мою помощь степень. Продолжение следует... В целом похоже на уравнение диффузии. В целом похоже на уравнение диффузии. В целом давайте рассмотрим полупроводники и металлы. Во-первых, давайте считать, что среда изотропная. Тогда у нас, если среда изотропная, то каппой ее равняется каппой. Вот, давайте каппу и оцениваем. Так, итак, полупроводники. Полупроводники. И это означает, что у нас химический потенциал, большая величина. По-моему, он отрицательный, по-моему, большая величина. Вообще говоря, ESP у нас, ESP, с учетом того, что у нас экспонента стоит. Вообще говоря, ESP у нас, зарядные ESP у нас, полупроводники дают только такие, которые меньше или непорядка по факультуре. Правда ли, да? Ну, иначе экспонента превышает. Экспонента маленькая, скажем так, по интегралу. По распределению мощи мы будем занимать его экспонент. С другой стороны, химический потенциал у нас много больше. Значит, на самом деле, в этом случае, ESP минус минус, который у нас стоит здесь, более-менее, на самом деле, это примерно просто минус химический потенциал. Правда ли? С ESP минус минус в квадрате занимается. Вот. А сразу за него в квадрате на руке взять и фигралные вещи. Вот. Тогда, наверное, мы с вами получим, вот, как бы, как только мы вот это вот можете говорить о чем вытащим, так мы видим. Что опять? Ситуация точно такая. Ответ тут получился очень похож на правонивость. Принус. Нулеонческая, астетическая правонивость. Если сравнить это с астетической правонивостью, тогда вы, наверное, получите связь. Следующая. Да? Проэффициент этой квадратности у нас получился. Химический потенциал в квадрате. Вообще говоря, он зависит от температуры, используемого в квадрате. И после этого у нас как-то предписание этой температуры зависит. Прогонивость статического. Поделить на элемент в квадрате и поделить на температуру. Проводимость. Ответ для проводимости у нас с вами писали, потому что в квадрате само собой. Коэффициент этой квадратности написали. Так. Так. Полупроводимодов порядок. Это для металла мы смотрим. Опять-таки. Менус афминговое штрих – это дельта функция. Вот. Это прекрасно, но… Менус афминговое штрих – это неоткроеный смысл. Итак, как бы первая и главная санагаемая коэффициент теплопроводности выдает просто ноль. в сильно вырожденных металлах. И с этим и связано то, что плохо считать теплопроводностью. Потому что на самом деле основное предвижение просто ноль. А надо поправку считать. И так на самом деле абсолютно навсегда. И с фономной теплопроводностью. Абсолютно точно такая же ситуация. На самом деле основная поправка, основное осанагаемое в том случае, если на вас фигурирует распределение ферми, у вас будет выдавать в чистом виде зол. Поэтому надо раскладываться и искать следующую поправку по температуре. И это и приводит к тому, что плохо считается теплопроводность. Поэтому давайте раскладываемся и будем считать. Разложение в подобных интегралах. Мы где-то с вами про статус физики писали. Интегралы подобного вида. В общем, если у вас есть... Там напишу, а здесь запишу отряд. Если у вас есть интеграл вот такого вот ритма. Функция ε минус D ε. Директор распределения шага в ней по D ε. У нас не фигурирует просто функционирующий молековый. Функционирующий молековый. Функционирующий молековый. Функционирующий молековый. Если вы будете по степеньям температуры раскладываться и немножечко пороковывать, тогда ответ будет следующий. Первая сторона на очереди. Это ε и ε равные соответствующие молевой температуры. Член линейный по температуре и интеграл в этой... И получится интеграл молевой. А вот член линейный по температуре с помощью свойства регистраторов подробно анализируется в виде член линейного по температуре. А здесь будет две, два, пять. Так что он... Гребчик линейный по температуре и крепчик линейный по температуре. Пользуюсь формулой, по сути дела это разложение по степеням температуры. Если вы воспользуетесь, подставите соответствующим фибралом, вот сюда, естественно, неестественно, как сказать, ваито и ваитое усоедините по углу, у вас будет выдаст 1 3 от в квадрате, что замените через ганалью, вообще, по этой, по этой, по этой, по этой, по этой, по в квадрате делить на 2m, то тогда у вас возникнут вот интегралы типа вот таких. Ну и произведите разложение. И ответ будет следующий, связь с проводимостью будет следующий. Так, как раз вы получите. Что правильно мы не делаем. И в квадрате температуры проводимостью, делить на 3м в квадрате. Видишь? Вот это вот, видишь, называется соотношение Ведемана Франции. Кого еще? Соотношение Ведемана Франции, связывающее коэффициент с теплопробованностью и правой юности. Ведемана Франции, когда выполняется, когда выполняется, когда выполняется, когда нет, нельзя. Бывает, что в этом плохо выполняется. На самом деле, еще раз говорю, основной недостаток расчета теплопробованности для теории, связан с тем, что основная поправка, она просто в чистом виде обращается в боль. А следующие поправки, на самом деле, как бы вы вынуждены считать, делая уже существенное предположение о спектре и так далее. Ну, то есть, соответственно, результаты получаются гораздо уже, чем для проводности. Плохо считается теплопробованность, в этом смысле, ее проще умеет, чем считать. Ну, в общем, давайте на этом тогда сегодня не закончим. В следующий раз зачеток. Ну, значит, как я и говорил, простейшим образом будет проходить. Есть совсем короткий, типа список, список вопросов совершенно каких-то общих, на которые каждый будет отвечать, я не знаю, на доске. Могут всем помогать, вот. Это все, чтобы попутно еще раз немножечко вспомнить, более понятно, что он выходил в Китай. В общем, еще раз говорю, то есть, общий список, он совершенно короткий, совершенно, она такие, на общие вещи, то есть, никаких выводов особо не надо, а надо просто представление иметь. уравнение Ложевьяна, что такое, Марковский процесс, что такое, кинетическое уравнение Польсмана, значит, что такое, вот, в каких случаях интеграл столкновения обращается, там, в ноль, аж теорема Польсмана, что такое. Ну, то есть, вот, вопрос на уровне, таких, там, не на варианты столкновения, опять-таки, что такое, вот, допустим, герметрониан электронно-электронно написан, вот, ну-ка, напишите-ка интеграл столкновение, вот, вопрос посложнее, опять-таки, исходя из маниманического правила, безо всяких, безо всяких, нужно. Да, в общем-то, в общем-то, и всё, дальше уже вполне конкретика идёт, то есть, спрашивают это быстро, невозможно, да и не нужно. Кому понадобится, тот это сам изучит, вот, а здесь просто демонстрировалось, в принципе, как, как это, как это работает, вот, значит, ну, чтобы у вас возникло представление, что такое линейное приближение, и вообще, каким образом, с уравнением польз, можно физические величины считать, естественно, никто их конкретный счёт, вас спрашивает, не будет, вот, потому что, в любом случае, если вам это встретится, в вашей конкретной жизни, при работе, наутии, у вас, интегралы столкновения будут сложены, вы будете непосредственно, с них это считать, вот, то есть, вам, несколько другие способы придётся применять, которые более конкретные, в этом смысле, ну, просто ознакомительно, как, в принципе, это делается, вот, для того, чтобы качественный ответ получать, ну, вроде бы, всё достаточно понятно, а так, к статфизике готовность, к статфизике готовность.